всем привет вопрос как сделать так что если ты наступаешь на один блок то у второго блока отключается свойство энкорд в данном случае он будет падать ну вот смотрим на картинку вот на красный блок если мы до него дотронемся у синего блока должен отключиться энкорд давайте игра уже запущена и поэтому в запущенной игре я могу попробовать как будет себя вести этот блок вот я его назвал part 2 и мост дописал чтобы точно не путались что это мы у этого моста будем отключать энкор вот смотрим на свойства отключаем галку вот так он должен упасть в идеале окей давайте теперь писать скрипт есть заготовка скрипта и так на workspace находится у нас part 1 и fp 1 заношу чтоб много не писать и мост который будет у на у которого будет отключаться энкорд заносим fp 2 добавляем функцию которая будет срабатывать в тот момент когда мы касаемся первого блока это очень просто создали любую функцию любое имя параметр любым тоже словом назвали и мы теперь должны к первой части до которой дотрагиваемся должны использовать события дотронулся по-английски это тачит в один точка тачит двоеточие с большой буквы очень важно коннект присоединяем к событию когда кто-то затронут дотронулся запуск вот такой функции имя внимание никаких скобка скобка здесь писать нельзя здесь должно быть либо имя либо безымянная функция так ну вот функция у нас уже есть в результате что должно произойти если мы дотронемся до этого блока то у нас в окошке output напечатается что дотронулся до нас тот-то и тот-то давайте посмотрим хотя бы этот скрипт работает но проверка срабатывает ли дотронулся или нет давайте дотронемся подбежал опа у меня начало писать дотронулся правая нога до про дотронулся правая нижняя часть ноги дотронулся левая рука понятно когда у нас бегает наш гуманоид он машет руками ногами и пинает так а еще до этого блока может дотронуться не только гуманоид например другой блок сверху упадет и у нас тоже этот блок это это функция ну точнее это событие тачит тоже сработает поэтому нужно как-то добавить проверку останавливаю и в скрипте добавим добавляю проверку что это у нас был человек так и давайте здесь я тоже напечатаю дотронулся гуманоид гуманоидом может быть и npc с гуманоидом внутри и человек так давайте еще раз запустим и посмотрим определяет ли появляется ли это надпись если появляется то значит мы определяем точно что нас коснулся человек да какой бы частью тела мы не коснулись то появляется надпись нас нас дотронулся гуманоид но этих надписей очень много смотрите склер скролирую вверх скроллю вверх вниз это очень нехорошо это что означает что каждое движение на миллиметр вызывает и вызывает и вызывает это событие нам нужно чтобы событие произошло один раз хотя о чем я говорю давайте мы сделаем вот такую что что там хотел от нас товарищ который спрашивал вопрос у второй части у парт 2 энкорд должен быть отключен все сейчас помимо вот этой вот печати дотронулся гуманоид этот энкорд будет отключаться в принципе вот и ответ на его вопрос скрипт который ему нужен подбегаем подбегаем коснулись вот этой части я смотрю что эта часть улетела куда а я ребята думаю что такая игра она одноразовая человек пробежал и деталь упала все второй раз у него нет попытки нужно заново восстанавливать или заново запускать полностью всю игру восстанавливать все давайте попробуем сделаем так чтобы мост восстанавливался на том месте где он был в прошлый раз так давайте вот эти принты я еще оставлю пока чтобы мы видели вот эти принты это признак плохого скрипта если у вас много таких происходит надписей хотя вам нужно одно событие точнее одно действие что у второй части энкорд отключается так но мы это все сделаем мы все это исправим но сначала я хочу сделать чтобы мост восстановился чтобы он через какое-то время вернулся на то же место где и был сначала не на то же место куда где и был но чтобы в нем энкорд восстановился давайте через пять секунд чтобы у него энкорд стал true чтобы он опять закрепился в воздухе мы кстати этого не заметим потому что он лежит на земле так ну давайте сразу тогда не буду вас мочить напишу как сделать чтобы он вернулся на свое прежнее место запомним его сифрейм если не знаете что это такое но это его координаты в пространстве где он находится вот он у нас сейчас так находится и как он повернут в пространстве нам нужно не только его координаты восстановить что он вот здесь висит но еще при падении он мог бы развернуться а нам нужно вернуть его назад чтобы он точно так же выглядел знаю самое простое наверное вот p2 запомним его сифрейм нужно вот так вот сделать запомнили до до того как он начнет падать хотя он конечно в этом цикле не начнет падать он начнет падать когда закончится эта функция но не важно так запомнили координаты и куда смотрит куда повернут наш мостик вторая часть открепляем его anchored falls пишем что дотронулся гуманоид ждем 5 секунд и мы должны вернуть наш мост как его вернуть назад пишем p2 сифрейм и восстанавливаем его координаты и положение и опять после того как он вернулся на свое место мы делаем чтобы он был закреплен в воздухе якорь ком закрепляем anchored true ну в идеале все должно работать но сейчас конечно работать будет но будут глюки так смотрим я подошел так пока бегу о мост восстановился опять исчез опять упал что же это такое а все дело в том что мы коснулись вот этой детали много много раз вот посмотрите сколько тут у нас дотронулся гуманоид и значит мы десять раз нашему мосту скомандовали упади вернись упади вернись упади вернись упади вернись и так это никуда не годится нам нужно чтобы сработало только один раз так поэтому мы используем стандартный способ debounce называется защита вот от таких срабатываний во многих примерах наверное в роблоксе прям даже название переменная debounce увидите и так создаем переменную давайте я по-русски скажу дребезг чтобы не было дребезг контактов знаете что это дребезг контактов на кухне или где нибудь включаете свет щелкнули переключателем и у вас свет не просто включился а он немножко заморгал и потом включился это плохо работает выключатель мы давайте наш выключатель в скрипте исправим и так в debounce хранится у нас состояние ложь что значит мы еще ничего не включили ставим в наше условие в наше событие проверку на условие которое мы проверяем а уже щелкнули выключателем если щелкнули то все не срабатываем перестаем перестаем выполнение точнее прекращаем выполнение вот этого кода ретурн в языке луа он мгновенно завершает любую функцию где бы у вас ретурн не встретился когда луа до него доходит все выполнение скрипта останавливается так и мы должны иначе сделать смотрите первый раз когда у нас все происходит у нас debounce false значит эта строчка не сработает потому что у нас debounce false ложь и давайте в debounce мы занесем true все теперь сработает но если мы потом debounce не вернем назад то у нас мост будет одноразовым давайте я покажу покажу на примере и потом покажу в скрипте ну смотрите бежит наш человечек все отлично произошло кстати сейчас такой будет эффект можно застрять в этом мостике так ну ладно давайте попробуем еще раз коснемся и вроде даже принты печатают что у нас кто-то дотронулся а мост больше не падает а почему давайте посмотрим на наш скрипт дело в том что мы занесли в переменную debounce true все у нас сработало мост ну как бы упал вернулся но тем не менее в debounce у нас осталось true и поэтому при любом срабатывании этого события у нас на этом моменте он будет прекращать работу вот это не будет работать так что debounce false нужно вернуть так и вернем мы его да наверное вот так сделаем так нет я что-то тут немножко торможу ага debounce true и вот так вот сделаем что дребезг будем прекращать вызова этой этого события только для того случая когда до нас дотронулся гуманоид кстати тот кто задавал вопрос ну ты понял что ты можешь использовать первую версию там из трех строчек здесь я просто пишу уже как правильно должно быть итак debounce true стоит нам в эту переменную занести истину все это событие больше не сработает пока не отработают вот эти строчки эти строчки отработали в debounce заносим false и у нас опять будет работать наше событие ну естественно мы сюда добавляем какую-то паузу пауза гарантирует что не будет ложных срабатываний когда ты стоишь на границе и ногами ругами пинаешь вот этот вот наш блок так ну вроде бы все нормально давайте теперь обратим внимание на вот эту я этот принт я закомментирую чтобы он нам не мешался потому что этот момент события будет очень часто встречаться нам главное чтобы сейчас мы подходим к мосту и у нас только один раз дотронулся гуманоид случилось это будет гарантия того что наш скрипт правильно работает через пять секунд он опять разблокируется и мы опять наш мост сможем разрушить так дотронулся гуманоид сработал один раз давайте я пока добегу еще раз проверю вот как раз все восстановилось вот x2 это означает что эта же строчка была напечатана второй раз ну чтобы не засорять экран робот так делает как и многие системы x3 все отлично давайте посмотрим кстати как с нашим героем восстановится этот мост ну все давайте еще раз посмотрим на наш скрипт по моему все довольно просто если вы этот скрипт перенесете видите у нас скрипт находится на workspace если я этот скрипт переношу в первую деталь например первая деталь где она у нас part 1 давайте попробуем вот в первую деталь переставил думаете сейчас что-то перестанет работать нет все будет прекрасно работать потому что кто-нибудь знает почему кстати давайте постоим вот здесь мост вернется вернулся потому что мы не шевелимся и тач не срабатывает пошевелились сработал отлично так а как же теперь если вы делаете обе как же все это с дублировать как давайте тогда изменим нашу скрипт изменим как-то наш наш скрипт так давайте попробуем сделаем мне это конечно не очень нравится давайте деталь вторую которая падает мы ее занесем внутрь детали 1 и теперь когда мы двигаем деталь теперь когда мы двигаем деталь ага ребята у нас же еще есть детали вот я их назвал other stuff это 4 детальки это стойки у моста колонны и вот эти вот скаты я их в папку здесь положил давайте мы их тоже положим в деталь 1 я не объединяю ничего ни в какие модели пусть у нас будет просто тупо деталь 1 и можно ее вообще потом переименовать например мост 1 это неважно так деталь 1 как она у нас здесь движется нормально можно двигать окей и скрипт у нас будет продолжать работать а нет скрипт уже не будет работать знаете почему потому что деталь вторая которая должна исчезать у нее изменился адрес у нас в скрипте написано деталь 2 workspace part 2 most а у нас теперь смотрите workspace part 1 точка part 2 most вот так давайте теперь перепишем сделаем вместо абсолютной адресации сделаем относительную как бы это не звучало страшно так здесь мы пишем скрипт parent что значит скрипт parent это родительская папка где лежит скрипт где у нас лежит скрипт он лежит внутри part 1 все отлично все отлично значит родитель вот этого скрипта является part 1 окей так давайте теперь адрес напишем до part 2 most делаем ссылку на part 1 сюда а потом что нам нужно дописать в конце точка part 2 most кстати названия немножко дурные лучше более какие-нибудь умные делать но в вопросе звучали деталь 1 деталь 2 поэтому мы их так и оставим все давайте проверим как у нас работает скрипт все должно работать если у нас все работает я попробую сейчас размножу размножу этот мостик так все упало давай восстанавливайся окей как размножать эту деталь я могу ее даже свернуть делаем ctrl D сдублировали так ребята и чтобы чтобы двигать встаем на основную деталь и двигаем так наверно нужно было все таки сделать модель так 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 чтобы не было проблем у нас при движении окей ладно возвращаемся ctrl Z вернулись давайте сделаем модель так модель у нас будет сделана с помощью группировки так part 1 part 2 other stuff став тоже возвращаем на workspace все у нас детали так ну а скрипт пусть остается внутри part 1 скрипт кстати придется переделать итак выделяем все детали правая кнопка групп сгруппировали проверяем что скрипт у нас внутри первой детали находится кстати давайте теперь скрипт перенесем внутрь внутрь этой модельки можно так сделать можно теперь это вспомогательные детальки которые нам нафиг не нужны но они здесь лежат и нам не мешаются это же здорово помните это вот стойки и скаты а основные детали которые мы занимаемся которые мы касаемся и которые исчезают а которые падают вот они здесь лежат опа а я бейсплейт туда еще засунул так бейсплейт возвращаем на workspace вот модель давайте переименуем его как нибудь я даже по-русски здесь могу написать ну ладно bridge мост давайте bridge 1 будет у нас первый мост давайте проверим скрипт как же он у нас здесь скрипт итак переписать нужно вот здесь нужно написать part 1 все так как у нас теперь все детали лежат в одной и той же папке что и скрипт поэтому они находятся внутри родителя нашего скрипта script parent точка part 1 script parent part 2 мост давайте я проверю если работает и сейчас будем дублировать вопрос простой ну вот я вам решил еще какие-то вещи рассказать простые которые многие конечно уже знают так все сработало восстановилось теперь дублируем duplicate duplicate например вот так и можем еще раз duplicate сделать и повернем его например так у нас немножко тут сместились так нужно было сразу правильно делать но важно сойдет нам так еще разочек так вот так мы с помощью select просто двигаем и у нас все прилипает к нашему полу давайте запускаем смотрим так как я использую локальные переменные и так как roblox все делают локальные переменные мы видим что мосты как-то друг другом не связаны этот упал тот восстановился все это не связано идем вот наш обби работает и он сам восстанавливается потом по-моему классно так подписываемся ставим колокольчики рассказываем друзьям донатики шлем вот вы сейчас увидели это видео в новом плейлисте это плейлист открытый если у вас есть клевые уроки маленькие вот типа такого простого на ваших каналах на которых вы хотите тоже размещать какие-то уроки про roblox studio присылайте мне ссылки на ваши уроки можете в комментариях даже если их youtube не пропустит они у меня там в спаме будут лежать и я буду добавлять ваши видео в этот плейлист какая вам от этого польза ну если у нас канал будет набирать популярность то ваши видео увидят увидят что они на вашем канале и на вас подпишутся например такая реклама беспалевная ну все на этом пока